На совещании в Ядрине дали оценку проблемам, которые сдерживают развитие муниципалитета и обсудили возможности. Эксперты считают, что у района индустриально-аграрная направленность и здесь есть база для организации переработки продукции разного профиля. В рамках комплексной программы здесь предлагают реализовать 26 проектов в сфере дорожного хозяйства, здравоохранения, культуры и образования и 6 коммерческих. Общая стоимость проектов состоит в миллиарда 448 миллионов рублей за счет федерального бюджета, за счет ассоциирования человеческие службы. А объем финансирования коммерческих состоит в 267 миллионов рублей. Реализация этих проектов позволит нам значительно уменьшить доставку основных проблем экономики и социальной сферы нашего района. Один из объектов, вошедших в программу – Ядринский спиртзавод. Предприятие возобновило производство в 2017 году. Сейчас там работает около 100 человек. За первые полугодия отгружена продукции почти на миллиард, что на 30% больше, чем за такой же период прошлого года. Инвестпроект модернизации производства масштабный. 250 миллионов – это на что у вас? Здесь нужно обязательно котельную. Это порядка 80-90 миллионов. Очень высокое давление. Пара нужна. Потом нужна барда переработка. Современными требованиями. Раньше такого не было. Тоже там порядка высушивать и делать порядка 100 миллионов, 120 миллионов и 40 миллионов на оборудование. В ближайшее время правительство Республики планирует создать специальную комиссию для анализа рынка литероводочной продукции. Будет проанализирована опыт соседей, их акцизная политика, оценено состояние местных предприятий. Еще один инвестпроект экологической направленности в основе – переработка пластика. Хотим предложить, скажем, республике – это агрострейч-пленка, которая в сельском хозяйстве применяется очень и очень довольно-таки уже давно. Применяют ее очень много. Башкирия применяет, Владимирская область применяет, Белоруссия. Так это вообще там полностью, это увеличивает и удой, и рост скота. То есть это очень и очень, скажем так, для аграриев эта экономия очень большая. Его актуальность трудно переоценить. Мы сегодня занимаемся в плане сбора раздельного, вернее, раздельного сбора мусора и более уголовной переработки от террых коммунальных отходов. Важно, что люди готовы покупать этот полиэтилен у населения. И здесь достаточно широкое поле деятельности для нас, как через создание субъектов малого и среднего бизнеса, которые могли бы поставлять сюда продукцию, такие населения могут этим заниматься. В 2019 году Ядрин стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов в создании комфортной городской среди в малых городах и исторических поселениях. Улица Комсомольская должна стать центром, где будут проходить самые значимые городские и районные события. Строительная работа завершается, и уже в сентябре пространство будет открыто. Мне, честно скажу, очень нравится, хотя полемика большая, были публичные обсуждения, вот сейчас правдорубов много находится, когда все обсуждалось, очевидно, они просто созерцательны были, есть критики. Но в целом это очень хороший, удачный проект, и он воплощается в достаточно короткие сроки, и мы считаем большое благо до нашего маленького города. Преобразится весь исторический центр города. Частью туристического маршрута станет старый город. Здесь сцена нужно реанимировать. Вот, загляните, она совершенно уже старая. Нужно площадку там сделать, брусчатку постелить. Соответственно, есть вот этот таврак, который сейчас вот он зарос деревьями. Мы хотим там сделать биоплата такой красивой. Важно, что местная администрация планирует на стадии благоустройства активно включить в этот процесс само население. С тем, чтобы люди не только поучаствовали, но и почувствовали через свое участие, что красота – это творение или результат творения нас самих. Важно, что к решению насущных проблем подключается и местный бизнес. Тогда эффективность увеличивается в разы. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика. Спасибо.